Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено вот этой палетке от бренда Наташа Денона, которая называется Mini Glam, которую я совершенно не собиралась покупать. В итоге купила и сейчас будут мои первые впечатления. Я не собиралась покупать эту палетку, когда она вышла. С одной стороны, она меня вроде бы как интересовала немного, но мне казалось, зачем она мне нужна. Я не собиралась ее покупать, но я увидела видео Яны, в котором она рассказывала обо всех своих холодных палетках и там она показала эту палетку. Она ее отнесла больше к нейтральным палеткам, но даже дело не в этом, просто почему-то, когда я увидела эту палетку в видео Яны, мне ее почему-то резко захотелось и я взяла ее и заказала. Сегодняшнее видео будет построено таким образом. Сначала я сделаю свой самый первый макияж с этой палеткой, потом я сделаю два разных макияжа на одном и на другом глазу и в конце я сделаю вот этот макияж и расскажу, что думаю об этой палетке. Итак, первая проба пера. Посмотрим, насколько она реально нейтральна. База у меня от Larac. Смотрю я на оттенок вот этот Harlow и я понимаю, что вряд ли мне удастся им закрепить себе. Но не будем закреплять, а прям по базе. Я беру кисточку от Beach Cosmetics номер 9. Да уж точно, им фиг закрепишь. Он очень насыщенный и посмотрим, насколько он нейтральный. Да, он цвет мне дает. Он, можно сказать, практически возвращает цвет моего века. Ну нет, чуть-чуть темнее он. Да, он чуть-чуть темнее. Только я не представляю, как им я затемнить здесь что-то могу. Я просто чуть-чуть добавляю глубины, что ли. Нормально тушуется. Ну, поначалу как бы чуть-чуть пробуксовывает по базе, а потом лучше. Ну, все. Дальше не углубляется. То есть, это максимум. То есть, еще никак темнее не сделать это. То есть, вот оно все. Теперь здесь поверх можно будет еще более темно наносить. Но у меня тут задумка. Я хочу оттенок Angel. Я, насколько понимаю, или как это читать? A-N-J-O. Оттенок Angel. Надо проверять вначале. Я на кисточку от бренда Beach Cosmetics номер 7 набираю и хочу по всему подвижному веку. Он, кстати, к счастью, на глазах у меня все-таки именно такой, каким я его вижу в палетке. Потому что на свотчах он мне показался каким-то коричневым. Какой хороший оттенок-то. Серьезно. Сейчас я его посвотчу на палец. Вот на пальце. Кстати, тоже нормальный. Может, он сейчас как раз и нанести. Красивый такой, нейтральный вроде бы. Ну, в смысле, что ничего вроде бы особенного, а с другой стороны, необычный все-таки оттенок. Он уходит какой-то коричневый. Видите? Мне вот не нравится, что он какой-то коричневый уходит. Я беру кисточку от бренда Beach Cosmetics номер 11. Такой бочонок. И я хочу его себе вот сюда в складку запихнуть. Сюда я хочу. И хочу посмотреть, как он там будет. Мне не нравится. Он получается такой же сияющий, да? Такой же. Я туда какой-нибудь другой нанесу, короче. Я беру кисточку от MAC. 219S. Карандаш. И хочу нанести вот этот коричневый оттенок. Как он называется? Он называется Seed. Оттенок прям шоколадный. Он даже в какой-то красный, что ли, уходит. Не знаю. Здесь он, мне кажется, более коричневым. Ничего не понимаю. Хочу вот здесь тоже так пройтись. Я не знаю. Мне что-то кажется, как будто бы он не подходит. Под этот офигительный цвет. Цвет сам по себе красивый, но он не подходит этому главному. Я просто не знаю, если мне сейчас этим оттенком здесь затемнить, что будет, если у меня здесь... Ну, давайте, пофигу, что будет-то. Ни конец же, Света. Я пока ничего не наношу на эту кисточку. Я просто тем, что есть, пытаюсь вот здесь вот так поводить остатки. Потому что кисточка действительно удачная и стоит того... Ну, хотя я ее все-таки еще с сертификатом купила. Катя, если ты меня смотришь, я потратила сертификат и купила эту кисточку. Кисточка прикольная. Просто сама по себе. Действительно хорошая. Это моя первая, единственная кисточка от Мак. Мне вот она больше всего была интересна. Я знаю, что кисточки Мак стали ругать в последние годы. Ну, вот, кстати, смешалась как-то и нормально стала. Причем я сюда ничего не добавляла. Я теперь, наверное, должна взять еще какую-нибудь кисточку. Вот, не знаю, у меня вот это вот есть тут. Просто мне сюда хочется что-то такое вот маленькое. Чем-то таким небольшим потушевать. Это Валари, тут уже все стерлось. Я не знаю, что это за номер кисточки. Так, и я его набираю, этот оттенок на эту кисточку. И совсем чуть-чуть надо набрать. Нет, надо нормально набрать. И потом я его немного потушую вот здесь. Где-нибудь, где-нибудь здесь. Потому что мне нужно немножко. Но мне нужно побольше пространства. И я уже сейчас набираю с руки. Ну, вот, смешанная со светлым оттенком вообще от другой коричневый. То есть, вот, если бы он был внизу такой же, я понимаю. Так, я беру кисточку от Эко Тулз. Тут уже что, все стерлось? Нет. Ой, у нее есть название. Она называется Лайна Смарджа. Видно? Я даже не представляю. Я в первый раз увидела, что там что-то написано. И вот эту, на эту кисточку такой вот маленький бочоночек. При этом он немножко пушистый. Я набираю этот светленький оттенок. Кисточка из набора. Вот я, честно говоря, набор этот купила от Эко Тулз. Именно из-за этой кисточки. И я хочу здесь вот это дело все изменить по цвету. Вот, сейчас мне это больше нравится. И вообще, наверное, не надо было этот коричневый, может быть, использовать. Потому что, ну, он мне затемнил. Хотя я, честно говоря, хотела акцента больше на этот. Ну, ладно. Я первый раз попробовала. Я сама себя прощаю. Теперь я беру кисточку, которой я наносила этот самый светлый. И я хочу ей потушевать. Сейчас у меня получилось потемнее, конечно. Сейчас я еще здесь нанесу. И, короче, я сделала никакой не нюдовый макияж, я считаю. А достаточно такой глубокий. Необычные цвета. С одной стороны, они достаточно обычные, как бы. А с другой стороны, они необычные. Одинок вот этот. Я самый светлый набираю на кисточку от Сифора. И наношу вот сюда. И внутренний уголок совсем немного. Не, у меня всегда первый самый макияж никогда не получается нюдовым. Потому что я и то хочу, и это хочу. Очень красивый цвет. Супер нейтральный такой. Ну, я имею в виду в плане сияния, что ли. Я не знаю, почему я его назвала нейтральным. Надо это... Красивый. Серьезно, красивый. Вроде бы простой. Вот он. Но очень красивый. Давайте я его еще разочеку тоже. Посвотче. Вот он, вроде бы, простой. Кстати, вот он на свотче вообще суперпростой. А почему-то в уголке глаза он смотрится как-то прекрасно. Он, наверное, здесь получается сочетается красиво с этим. Я еще хочу его сюда нанести. Что-то он мне прям понравился. Беру я карандаш от Fetition's Formula. А снизу вот таким карандашом подведу от бренда L'Oreal. Infallible. Вот так получается. Нет никаких осыпашек. Мне сначала показалось, но нет никаких осыпашек вообще. Получился вот такой достаточно сдержанный макияж. Мне кажется, что он очень клевый. Сейчас я дорисую ресницы и брови. И еще кое-что скажу, что у меня получилось в целом, что мне кажется. Я думаю, что он в итоге все-таки получился менее нюдовый, чем я ожидала. Но ничего так. У меня, да, пока у меня мысль о том, что коричневый оттенок теплей. Очевидно, теплей, чем все остальное. Я еще не успела попробовать вот этот оттенок. Возможно, они в паре будут идеальны. Я вижу здесь как бы две цветовые гаммы. Одна, наверное, это более нейтральная. Это с участием вот этого главного оттенка. А другая потеплее, если взять этот и этот. Ну, не знаю. Тут я еще буду думать. У меня мысль о том, чтобы сделать макияж следующий. Чтобы главный оттенок был вот этот. Посмотрим. Посмотрим, что я сделаю. Ну, для первого раза все нормально. Все пошло по сценарию Наташи Деноны. Все хорошо. Я уже привыкла к ее теням. И я знаю, что они меня никогда не подведут. Продолжаем. И отправляемся к новому макияжу. Значит, стерла я свой предыдущий макияж. Съездила по делам. Сейчас у меня тут консилер. Теперь я собираюсь сделать два разных макияжа на двух разных глазах. В любом случае, мне придется вот этим чуть-чуть здесь потушевать. С этой стороны я хочу сделать макияж практически полностью вот этим оттенком. Беру я ту же самую кисточку от MAC 219. Я ее тут немножко почистила, но не особенно. И наношу вот этот оттенок. Я сейчас буду творить что-то с этим оттенком. Я осторожненько все это делаю. Ну и понятно, что такой кисточкой оси не здесь не размахнусь. Поэтому я пока здесь пытаюсь затемнить. И немножечко подняться наверх. Теперь я ничего не наношу. Хочу вот так пройтись, сколько тут осталось. Теперь я наношу немножечко. Возьму от Real Techniques Base Shadow Brush. И этот же оттенок я наберу на эту кисть. Чуть-чуть надо. Чуть-чуть набрала. Чуть-чуть. Я поосторожней. Я всегда понемножечку набираю. Есть техника, когда люди много наносят, а потом растушевывают. Но я поняла, что для меня такая техника не очень подходит. Это получается, я тогда лишний раз буду сильно свое веко туда-сюда водить. Поэтому я легкими движениями обычно. Так что я человек, который долго будет тушевать, долго будет наносить и наслаивать с удовольствием. Лишь бы лишний раз мне не пришлось потом что-то там тереть или где-то там тушевать мучиться сильно. От Anastasia Beverly Hills. И я набираю и хочу просто здесь наслоить. Сейчас этот оттенок мне не кажется таким теплым. Он мне кажется каким-то вот таким вот типично коричневым. Интересно это все на контрасте. Я, наверное, возьму эту кисточку снова и нанесу здесь. И тушу ее еще. Оттенок угла глаза хочу опять нанести. Вот так. Чтобы повеселей был макияж. Вот. Вот так я хотела. И по-моему очень даже прикольно получилось. Я докрасила глаз этот. Я его подвела сверху и снизу вот этим карандашом от Maybelline Tattoo Liner. Коричневым. Тушь у меня все еще вот эта. И она у меня то супер, то она и супер. И из-за этого, конечно, она у меня то склеивает, то не склеивает. И надо чуть-чуть это дело как-то расчесать. Это у меня расчесочка от Рублев. Рублев Бьюти. Ну, мне кажется, достаточно такой насыщенный. Но, кстати, ну я понимаю, что можно было еще наслаивать, но мне не хотелось. Хотя, можно, я думаю, сделать еще более глубокий макияж с использованием этого цвета. Прикольная тема. Главное, что все тушуется и наносится как надо. Теперь к этому глазу. Этот глаз у меня будет сейчас посветлее. Я беру кисточку от Beige Cosmetics номер 7. Я ей уже пользовалась в первом макияже. Я уже не помню, что я ей делала, но что-то делала. И наношу вот этот, набираю, вернее, этот оттенок, который называется, как, кстати, он называется? Он называется Golden Flash. Вот он так нормальненько набрался. Я не знаю, скинуть его практически не осыпается. Да, и сейчас, кстати, у меня ничего не осыпалось. И я его наношу. Вообще, у меня, кстати, с базой... Что? Это... Нифига... Я вообще чуть не ожидала, что такой оттенок будет. Он намного насыщеннее, чем мне казалось. И почему он уходит в оранжевый? Хотела сказать, что опять я зря консилер нанесла в качестве базы. Уже не первый раз так делала. Но после того, как я стираю предыдущий макияж, мне нужно перекрыть чем-то, потому что у меня сильно начинают краснеть веки. Вот так вот если делать, да? Зашибись. А так он не очень. Дайте я его сейчас пальцем попробую. Может быть, пальцем как-то... Ну, пальцем он чуть сияет больше, да? Кстати, на пальце он как-то красивее. Немного меня в заблуждение вводит что-то вот эта палетка по цветам, что-то... Я не знаю, может, это все контрасты какие-то эти безумные. Теперь я беру другую кисточку, когда Анастасия вылетелась, и хочу понизу вот этим практически оттенком. Не знаю, получится у меня что-то нормальное или нет. Не знаю, сейчас пошло в голову. Хотя изначально я так не хотела. Не лучшая кисточка, наверное, для этого. Для особенно металлика. Хотя, ладно, это будет отдельный глаз. Вы все остальное лицо мое не увидите. Давайте я еще поближе приближусь. Вот. И вы даже не будете знать, как это все смотрится на всем моем лице. Давайте-ка я возьму вот эту кисточку, которую я здесь прошивала. И я сюда ничего не наношу. И я хочу потушевать то, что тут есть. Наверное, я смешаю этот и этот. Я уже умею, я уже научилась это делать. Сейчас вот этот вот оттенок хочу побольше нанести сюда. А этот я наберу отдельно. И чуть-чуть сюда еще. Вообще никак получилось, что я задумывала. Все потому, что все же вот этот оттенок какой-то безумно рыжий. Что это за оттенок? Еще сюда добавлю этот цвет, потому что он у меня растушевался весь. От Artvisage я беру подводку. Я хочу ей подвести. И снизу, и сверху. И тушью надо накрасить это все. Я вернусь и поговорю про этот глаз. В общем, глазик я доделала. Ну, как доделала? Просто тушью накрасила ресницы. Они отвратительно любили. Ну, все ужасно. Ну, ладно. Не суть. Сейчас не будем посмотреть на ресницы, надеюсь. Мне кажется, что надо чуть-чуть здесь как-то высветлить, что ли, какой-нибудь хайлайтер. Я могла бы нанести вот эту штуку, как хайлайтер, да? Я беру кисточку из маникюрного набора. И наношу этот светленький оттенок. И нанесу его я сюда. Вообще, такой кисточкой получается наносить очень ярко. Вот, ну, какие-то вообще блески какие-то передались. Неправильная кисточка. У меня вот такая есть кисточка из моей давней палетки от Pupa. И я вот, может, ей... Когда-то я наносила хайлайтер даже на лицо с помощью этой кисточки. Сейчас, конечно, после того, как я подвела и накрасила ресницы, мне кажется, что нормальный глаз. Жить можно. Тем более, такие цвета, которые мне всегда подходят. И это никогда на мне не будет смотреться плохо. Я просто знаю. Это будет всегда смотреться, типа... Ну, так надо. Но, конечно, я не ожидала, что этот цвет получится настолько рыжим. Этот глаз мне в целом больше понравился. Но тоже я как-то, не знаю, может, из-за того, что консилер... Как-то немного странно. Вообще, все с консилером, мне кажется, еще связано. Здесь вообще полностью неоднородно все получилось. Ну, это мой глаз так себя ведет. И этот самый Golden Flash. Ну, вот, я не знаю, он в палетке не такой. Видите? На мне и в палетке. И даже не знаю, я, наверное, меньше всего буду использовать этот цвет, мне так кажется. Но теперь я переделываю все это. Да, потому что я хочу сделать еще один макияж, где у меня будет в главной роли вот этот оттенок. И макияж будет у меня, думаю, светлый. Я надеюсь, что у меня все получится. Пришлось мне все вообще смывать с лица, заново наносить тон, консилер. Потому что я уже с салфетками не могла с глазки стирать. Они у меня недовольны. Люди делают сводчи на глазах. Это точно не я. Я не смогу никогда. Я себе все раз говорила, не делай много макияжей. Но так хочется поскорее попробовать во всяких вариантах эту палетку. Если будут подобные предыдущим, я опять же набираю этот оттенок. И хочу тут немного потушевать. Я, кстати, ничем не закрепляла сухим, потому что решила не раздражать больше свои глаза. И на кисточку от Анастасии я хочу набрать вот этот самый светлый оттеночек и нанести его на все подвижное веко. Да, он немножко осыпается сейчас. Чуть-чуть он разлетается он скорее. Посмотрим, как кисточкой получится. Кисточкой, в принципе, да, наносится. И он таким образом, кстати, раскрывается интересным. Я не скажу, конечно, что он дуохром. Но он как-то интересно переливается цветами. Я сейчас нанесу пальцем. У него как будто какой-то холодный перелив или я даже не знаю, как это назвать. Кисточка, может, не подходящая, потому что с нее все действительно осыпается. Я беру такую кисточку. Это закос под мак. Бренд BM. Кстати, он появился на Wildberries. Это супер. Потому что я у них два набора давным-давно заказывала на их сайте. Ну и как бы там что-то за доставку у нас было. А если на Wildberries, то я вообще по одной кисточке могу заказывать. Я не скажу, что все у них хорошие. Я там купала два набора давно. Мне кажется, их уже сейчас нет. Они по отдельности их просто продают. Многие кисточки мне очень понравились. Я даже хотела бы еще повторно. Да, вот этой кисточкой все-таки лучше. И нет этих больше осыпашек. Новые, ничего нового не осыпалось. Ну, то есть, нужна более плоская, наверное, кисточка. Если сравнить, вот здесь я нанесла пальцем. Да, а здесь кисточкой. Разница несущественная, мне кажется. Так что, даже я, в принципе, я даже ее и не вижу. Но я вижу очень интересный перелив у этого оттенка. Оттенка. Надо же как-то это смахнуть. Не смахивается, короче. Остается все. Остается все. Но я уже ничего не буду с этим делать, потому что переборщила с макияжами. Ну, красиво. И теперь я, наверное, этот же цвет на эту же кисточку нанесу и сюда, во внутренний уголок. Хочу на этот малюсенький бочоночек нанести снова вот этот цвет. Посмотрим, как сейчас будет на контрасте. Мне очень интересно. Я не вижу, что он был таким красным, как в первом моем макияже. Интересно. То есть, сейчас я этот цвет не вижу красным. Даже вот здесь, где у меня красное место. И вот здесь я немножечко себе вот так хочу. Я не знаю, что это мне даст. Теперь стрелочка, да? На кисточку от BH Cosmetics номер 4 веерную я хочу набрать этот же самый оттенок. Вот так практически с открытыми глазами прям поверх этой штуки поводить. Так, я что-то здесь начала буксовать. Вот сейчас я прям сама была виновата. Я что-то здесь начала возить. Вот сейчас я вижу этот цвет красным. Именно опять вот на контрасте с этим цветом. То есть, получается, у меня здесь потом кожа не такой, как здесь. Снова я беру эту кисточку и снова я хочу. И снова я тут потушую. Честно говоря, у меня получился не тот макияж, который я себе представляла. Просто я его не продумала вообще. Беру от BH Cosmetics кисточку номер 11 и снизу хочу потушевать. Я, кстати, сейчас от макии даже не использовала. Карандашиком от Nars, который коричневый, я подведу все. Все подведу. Значит, тушь от Maybelline не отсюда что-то подводит. Я попробую тушь от Evelyn. Это тушь от Artvisage. А не от Evelyn. Почему я сказала, что от Evelyn? Ой, вот она полежала. Она прям хорошо сейчас накрасила ресницы. Что я думаю по поводу этого макияжа? Он мне нравится больше всех. Из всех трех. Почему трех? Четырех. Это получается четвертый макияж. Мне самый первый понравился. И вот этот. Я думаю, что... Потому что я, наверное, уже научилась. Первый раз я красила. Я осторожничала все-таки. Сейчас я уже знала как. И поэтому, наверное, первый и последний макияж же мне больше всего понравились. Вот второй и третий на разных глазах. Это было экспериментально как-то. Вот это прям вообще... Я думаю, что я в большей степени буду уделять внимание как раз вот этому цвету и вот этому. А остальные будут мне помогать. Вот этот вот цвет мне не очень понравился. Ну, как бы он неплохой, но в этой палетке он какой-то не такой какой. Ну, как будто не подходит другим. Не знаю, мне так просто пока сейчас кажется. Вот так. Значит, я сейчас доделаю лицо. То есть, я накрашу всем остальным. И вернусь и поговорю об этой палетке. Ну, все. Я сделала весь остальной макияж. На губах у меня блеск от бренда Makeup Revolution в оттенке шофер. Ну, шофер. Мне так понравился этот блеск, что я еще взяла балерину. И теперь у меня шофер и у него есть балерина. Люблю я что-то как-то парочки собирать. То у меня кадет пьет вино, теперь у меня у шофера есть балерина. Мне очень понравился этот блеск. Он приятен просто на губах. Итак, палетка Meaglam. Она была вот в такой коробочке. Я думаю, это не так интересно. Все уже сто раз, много раз показали обзоры на эту палетку. И теперь наступила моя очередь. Этот макияж мне очень нравится. Прям супер. Вот первый самый. И вот этот. Я прям сейчас смотрела на себя в зеркало. Офигенно. Он реально очень хороший. Два промежуточных макияжа мне не так сильно понравились. Наверное, не знаю даже почему. Но вот как-то экспериментально. Особенно мне не понравился третий, который я сделала на левом глазу. На правом еще прикольно было. Но на левом как-то не знаю. С одной стороны, это у меня первое впечатление. Но с другой стороны, я уже сделала четыре разных макияжа. И мне кажется, что у меня сложилось о ней конкретное такое мнение. Может быть, мне не совсем понятен вот этот оттенок, который в палетке не смотрится таким режимом, каким он смотрится на моих глазах. Но, не знаю, я еще изучу этот момент. Все остальные мне здесь оттенки понравились. Мне понравилось, как они себя ведут. Все мне понравилось. Да, был такой интересный момент с вот этим коричневым, который на нижнем веке у меня уходит в какой-то красноватый. А на верхнем он остается таким, я не знаю, как его назвать, такой сероватый коричневый, что ли. Ну, обычный коричневый. Ну, таинственный такой момент. Я думаю, что, может быть, это часто происходит с палетками подобного рода. То есть, когда они такие нейтральные и кажется, что они нейтральны. Я не знаю. Вообще, запутанная тема. Я ожидала, что она будет более нейтральна на мне. Тут все как-то по-разному. То есть, на верхнем веке еще ничего, а на нижнем теплее. Интересное вообще явление. Я думаю, все это связано с моим подтоном, наверное. У меня в разных местах кожа с разным подтоном. Я не знаю, что это за приколы. В целом, по качеству у меня к ней вообще нет никаких претензий. Все хорошо тушуется, все хорошо наносится, все вообще нормально. Нужно было, наверное, только подбирать кисточку, когда я носила этот оттенок. Ну, то есть, смотря как. Так как я не специалист, я не очень хорошо понимаю, какие оттенки, какими кисточками нужно наносить, то мне просто нужно методом проб и ошибок. Я думаю, что эту теорию я даже не в состоянии запомнить. Ну, пробуешь, нормально кисточка наносит, нормально. Но есть вот эти моменты. Вот такой кисточкой такой цвет, другой кисточкой другой цвет. Я обычно кисточки использую, просто думая, куда мне они подойдут. То есть, вот что я собираюсь делать. А насчет цвета не всегда, или там текстуры, я не всегда это понимаю. Я думаю, больше никакой теоретической информации мне не нужно говорить про эту палетку, потому что все было видно в макияжах. И там я сопровождала это все своей речью, мыслями и всем прочим. У меня положительные впечатления об этой палетке. Я сначала думала, что если пройтись по критериям по эмоциональной составляющей, я бы ей поставила два. Но пока я сделала все остальные макияжи, я передумала. И она у меня вызывает положительные очень эмоции. Особенно было круто, когда я сделала самый первый макияж. Я потом его носила полдня. Только потом мне удалось сесть и продолжить остальные делать макияжи. И вот эти полдня при случае я каждый раз смотрела в зеркало, и мне очень нравился этот макияж. Вот то же самое у меня ощущения возникают сейчас. Когда я сейчас смотрюсь в зеркало, мне очень нравится. Мне очень нравится этот макияж. Так что вот эти вот два металлика реально крутейшие. Остальные они такие типа помощники. Ну и еще надо изучить вот этот. Я его еще не до конца поняла. Я думаю, что для первых впечатлений это достаточно много. Возможно, что эти впечатления уже и так полные. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии по поводу макияжей, по поводу этой палетки, по поводу вообще теней от Наташи Деноны. Всем спасибо за внимание. Пока.